Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2, Убийца Королей. Что тут случилось, пока меня не было? Проще говоря, считайте, мы уже прошли игру. Потому что это последняя её часть, это эпилог. Короли привели с собой гораздо больше солдат, чем нужно для мирных переговоров. Во время эвакуации произошло несколько инцидентов. Чё, я не могу туда пройти? Рыцари Ордена изнасиловали двух чародеек и убили пару смельчаков, которые пробовали вмешаться. Ты думаешь, что Советы Капитул это переживут? Их созыв предотвратил ещё большее кровопролитие. А переживут ли? Трудно сказать. Но ничего лучшего у нас всё равно нет. Чародеи — часть этого мира. Нравится это кому-то или нет? У них должны быть свои права и своё место. Иначе возникнет ещё одна ложа. А она над чем? Ёрвет! Какого хрена? Вроде прочухался. Здор. Отходит, сукин сын. Долго не протянет. Глянет. Самый ловкий эльский бандит. А говорит, как простое стерево. По всему, видать, чародеи поработали. Стрятые то ент, то блестяшку подобрал. А ну как спросим, что у него было при себе. Уразумел? Блестяшку? Эй ты! Вали отсюда! Мы вот пленного стережём! Как вы его поймали? Пленного? Вы сами его что ли поймали? Не твое дело! Пшёл прочь чучело! Я тебе башку отрежу, дебила кусок. Да вы б не справились с Йорвитом, ничтожество. Свидос. Йорвит. Держись, сукин сын. Извини, Геральт. Здесь следы высшей магии. Лечение потребует времени. Возможно, даже нескольких месяцев. Нихера себе. Я не могу снова упустить убийцу королей. Трис, побудь с Йорвитом. Я со всем разберусь и вернусь. Геральт! Ну чего? Это касается только ведьмаков. Это касается только нас двоих. Но я же... Не надо. Нет! Он знает, как я потерял память. После завершения переговоров, магический барьер сняли. Я смогу телепортировать Йорвита отсюда. Верген. Вот и хорошо. Будь осторожен. Забирай его. А мне предстоит сложный разговор. С одним из самых опасных бойцов в этом чертовом мире. Ложа. Здесь не место для ведьмаков. Хотя я слышал, что ты появляешься всюду, где что-то происходит. Это правда. Иногда абсолютно случайно. А в этот раз тоже случай? Скажем, у меня остались здесь кое-какие дела. Тогда поспеши. Мы разбираем весь этот балаган после королевской солдатни. Когда закончим, то закроем Лок-Муини магическими печатями. Вы покидаете город? На время. Скоро мы вернемся, чтобы возвратить Лок-Муини былое величие. А пока мы не хотим, чтобы здесь шастали авантюристы и искатели сокровищ. Значит, Родавид вам поверил? Мы заслужим доверие короля. Мы передадим ему Шуалу де Тансервиль и остальных изменниц из ложи. Отдать де Тансервиль будет непросто. Шуала хитра, как лисица. Но мы найдем ее. Ты меня неправильно понял, Кардуин. Шуала де Тансервиль мертва. Ее разорвало в нестабильном портале. Досадно. Она должна была предстать перед судом. Понести кару за совершенные злодеяния. Не прокнула. Похоже, ее вина была доказана задолго до суда. Да, процесс был бы скорее формальностью и предупреждением для других чародеек. Выходит, она вас переиграла. Боюсь, я не могу уделить тебе больше времени. И поспеши. Через час город будет опечатан. Я понял. Не хотелось бы остаться опечатанным вместе с городом. Вот и лето. Игра сохранена. Ну ладно уж. Бриллиант. Это ты сделал? Ну понятно. Что-то ты задержался. Это камешек из мегаскопа Шиалы? Угу. Моя последняя шутка. Я подменил бриллианты. Тот, который сейчас в мегаскопе, не такой чистый. Изъян невелик, но его достаточно, чтобы создать помехи в телепорте. Имперские чародеи уверяли меня, что результат будет выглядеть очень эффектно. Да, так и было. Вот и хорошо. Если бы она выжила, она страдала бы еще больше. А своим тщеславием и наивностью она мне очень помогла. Без нее я бы далеко не ушел. Не сомневаюсь. Ну что, карты на стол? В каждой игре рано или поздно наступает такой момент. Мне это даже нравится. Но сперва... Водки хочешь? О да. Ну давай. Что-то в горле пересохло. Выпьем за старое знакомство. Значит, она не отравлена. Так как? Вернул себе память? Не совсем. Ты помнишь, как мы встретились? Ну да. Еще бы. Я спас тебе жизнь. Хорошо же ты мне отплатил. Лучше не мог, честное слово. Сам понимаешь, заботиться о чужой женщине? А я не фортвоей. Не знаю, что уж ты в ней нашел. Но, как говорится, де густебус ноне диспутандум. Что значит Айеннифер? Зимний солнцеворот 70-го. Мединвайрни. Ночь магии. Лето не солгал. Охота остановилась. Под деревом висельников призраки отбирали лучших из похищенных. Там была Айеннифер. Призрака можно изгнать, но не убить. Это знает каждый. Только всадники падали под ударами ведьмачьих клинков. Из-под панциря лилась красная кровь. Мы не могли перебить всех. Их было слишком много. Слишком. Он не был похож на других эльфов. В его взгляде не было стыда. Он не страдал от преследований. Не пережил ни одного погрома. Его не сгоняли с родной земли. Эльф пришел из чужого мира. Как захватчик. Я предложил свою душу. В обмен на душу Йеннифер. Он согласился без колебаний. Вот как ты стал всадником Дикой Охоты. Эй, ты здесь? А то ты вроде отключился. Воспоминания. Я вспомнил Дерево Висельников и... Дикую Охоту. Меня обменяли на Йеннифер. Пора открыть карты. Если только ты не хочешь просто убить меня. Я преследовал тебя по разным причинам. И для начала ты должен мне кое-что объяснить. Ну, допустим, объясню. Расскажи мне о Йеннифер. Что случилось после того, как я ушел? Она металась в горячке между жизнью и смертью несколько дней. Мы думали, она не выживет. А когда она немного пришла в себя, то не могла понять, что происходит. Амнезия. Как и у тебя. Ясно. Что дальше? Дальше мы быстро выяснили, что она баба с характером. Она крепко нам насолила. Соблазняла Эгона, пыталась нас разделить. После того, как ты так благородно принес себя в жертву Дикой Охоте, было просто нелепо оставлять ее одну. Она не прожила бы и месяца. Она ж ведет себя как княжна, и привычки у нее такие же. А на деле она простая чародейка, вдобавок утратившая память. Мы тогда были в самом сердце Империи. А в Нильфгарде, как ты знаешь, чародеев с такими замашками или очень быстро изгоняют, или их разрывают лошадьми на Площади Победы. Ну да. Я слышал. Так мы путешествовали по провинциям Империи, вытягивали ее из разных переделок. А в один прекрасный день нас спеленали имперские тайные службы. Меня, Эгона, Зеррито и Йеннифер. Тайная служба Императора? Да. Нас разделили, долго допрашивали, но спокойно, без насилия. Так я познакомился с Ватье де Ридо, а несколько недель спустя увидел самого Императора. Я простой ведьмак. Что случилось с Йеннифер? Не могу сказать. Император отправил меня с заданием на север. Что касается Йеннифер, то мне показалось, что она чем-то важна для Эмгыра. Я подозреваю, что именно от нее они узнали о ложе. У Имперской разведки свои методы. Я знаю только, что за ней постоянно приглядывали люди в Атье. Позже мы уехали убивать королей Севера, и больше я о ней ничего не слышал. Значит, она в Империи? Была там, когда я уезжал. Хорошо. Про дикую охоту, пожалуйста. Откуда ты знал, где мы найдем дикую охоту? Каждый ведьмак, который носит на шее медальон змеи, знает это. Когда-то я даже думал, что мою школу основали специально, чтобы разгадать тайну призрачных всадников. У нас есть масса книг и свитков, связанных с ними. Ты знаешь, кто они, всадники дикой охоты? Из того, что я понял, это потомки каких-то бешеных эльфов. Вся эта история оказалась одним большим обманом. Легендарный вестник войны был ярмарочным зазывалой. Уверяю тебя, ни один ярмарочный фокусник не способен собрать свиту из летящих по небу призраков или вызвать амнезию. В них есть что-то большее, говорю тебе. Ну давай, просвети меня, если тебе так хочется. Явление дикой охоты, о котором ходят столько легенд и мифов, это факт. Я сам убивал и изгонял призраков охоты. Это были духовные эманации, аватары настоящих всадников, тех, кого мы встретили под деревом висельников. То есть ты хочешь сказать, что тебя похитили эльфы? Материальные сучьи дети, самые обыкновенные? Для своего мира они, может быть, и самые обыкновенные, а здесь они чужие. Ты знаешь теорию о сопряжении сфер? Знаешь, откуда взялись чудовища в нашем мире? Ну да, магия. Как и любой другой ведьмак. Значит, ты знаешь, что есть и другие сферы. Наши чародеи, самые могущественные, могут открывать ворота между мирами. Обычно они призывают чудовищ, которых мы потом убиваем. Эльфы, которых мы видели, происходят из другого мира. И их никто не призывал. Они сами сюда пришли. Уверен, что даже для них это очень трудная задача. Им гораздо проще отправить сюда свою духовную эманацию. В теле они приходят сюда только в особых случаях. Например, ради тебя и Йеннифер? Типа того. Значит, эльфы из другого мира и их ручные призраки. Чего они от тебя хотели? У меня есть кое-какие мысли на этот счет. Но это не твое дело. Для чего это все? Какова конечная цель твоих действий? Скажи мне, зачем все это? Какая была цель? Убить столько королей, сколько получится. Вину свалить на чародеек. Посеять хаос. Подготовить север к вторжению. Знаешь, что меня больше всего забавляет в этой истории. Мы даже не представляли, какую благодатную почву тут найдем. Неважно, чем окончится эта война. В любом случае, правители севера будут еще очень долго обвинять друг друга, доказывать свои права, мстить, ссориться. Север похож на охваченный пожаром бордель. Как сказал бы твой друг, Лютик. Как он убил Демовенда, мы знаем. Мы это видели в трейлере. Вы облажались с Хенсельтом. Все из-за этого проклятия Сабрины. Сначала мы застряли в ущелье, а потом появилась Шиала. Она берегла Хенсельта пуще собственного Ока. Но его смерть нам была не слишком нужна. И тогда судьба улыбнулась нам во второй раз. Я узнал о переговорах и о планах возродить Советы Капитул. Это был идеальный момент для великого завершения нашей миссии. Да. Я не Фердика Охота. Почему ты стал имперским шпионом? Как ведьмак мог согласиться убивать людей по заказу других людей? По приказу императора, Геральт? Он необычный человек. Правители Севера в лучшем случае достойны полировать ему наколенники собственными мордами. Нихера себе. Всё очень просто. Он обещал мне восстановить Школу Змеи. Орден Ведьмаков, в котором меня создали. Школы Ведьмаков на юге пришли в упадок много лет назад. А сами Ведьмаки превратились в изгнанников. Обычно нас даже в город не пускают. Кроме Зерита и Эгона, я знаю ещё двоих Ведьмаков из Школы Змеи. Не знаю, где они сейчас. Я не видел их много лет Но теперь они смогут перестать прятаться Вернуться домой Почему ты ждал меня? Почему ты до сих пор здесь? Почему ты ждал меня все это время? Я знал, что ты меня в покое не оставишь Будешь таскаться за мной по пятам Только я не собираюсь скрываться Правду обо мне знаешь только ты И несколько человек Слово которых уже ничего не значит Я никогда не считал тебя врагом Я хочу идти своим путем И если для этого придется драться с тобой Пусть так и будет Но эта история закончится здесь и сейчас Хватит разговоров Давай покончим с этим Будем драться Водка еще осталась По глоточку Давай Имперские войска Прямо сейчас форсируют Яругу С севером покончено Пора перебираться на юг Там нас ждет хорошая жизнь Ты дурак, Лето Ни ты, ни твой император не приняли во внимание одного Беда сближает людей Может быть, благодаря вам север сплотится Как никогда раньше Это уже не мое дело Я тебе не враг и никогда им не был Если ты меня отпустишь Я уйду И мы больше никогда не встретимся Но если вынудишь меня драться На этот раз я убью тебя Давайте-ка рассудим По итогам вся эта история Моя подстава, точнее подстава Геральта из Ривии Началась из-за интриг Лето Из-за Нильгарда Но благодаря этой интриге Мы помогли Появиться на свет В новой стране Верхнему Эйдирну То есть, в принципе Во всем есть свои плюсы Да, смута Это довольно плохо Но, как сказал Геральт Возможно, люди сплотятся У ведьмака по имени Лето Своя история Да Он выбрал свой путь Пускай, возможно Во многом он неправилен Но, сука Он убил Хенсельта О, Хенсельта Пардон О, Хенсельта А, господи Как его звали? Фольтеста, а не Хенсельта Простите меня, пожалуйста Вылетело что-то из головы Он убил Фольтеста Ах, блин Все мы кому-то служили А король был Неплохим человеком Да, пускай он ведьмак Он понимает, что Жизнь для таких, как он Для таких, как Геральт Не делает подарков Но все-таки Эта вся история Должна закончиться Здесь и сейчас Мы будем драться Пора драться Готов? Я давно готов Ты боишься смерти Терись, хватит триндеть Как это? Быть мертвым Терись, я сказал У тебя острые зубы и волк А как же Но у меня острее Да нет, я б не сказал Я тебя тупо запинаю Ты уже устал Я устал от твоей болтовки Я не хочу тебя убивать А я тебя убью А ты не сможешь Уровень нет Ты ебан Это ты Убийца королев Ладно Хватит игрушки играть Прощай, Геральт Вот и все Да выебывался Хача Вот и все Лето Наигрался Убийца Убийца Субтитры сделал DimaTorzok Вот это финал Вот это финал Флотзом превратился В военный лагерь Жители переселили В чужие земли Да, для флотзома Все повернулось плохо Субтитры сделал DimaTorzok Напоминали кусок сукна Раздираемый на части баронами Эти мелкие падальщики Разбежались прочь Стоило выйти на охоту Хищникам покрупнее Съезд в Локмуини Определил судьбу Державы Фольтоста Ее разделили Родовит Риданский И Хенсельд Владыка Каидвена Многие годы назад Геральт видел Конец Совета И капитула чародеев Съезд в Локмуини Вернул к жизни Оба института Ради этого В жертву были принесены Шаала де Тенсервиль И ее подельницы Кроме этой жертвы Родовит требовал От чародеев Смирения и лояльности С этим согласились Не все То были смутные времена Жесточайшего насилия Прикрытого королевскими декретами И в эти неспокойные дни Мы, те, кто творили Судьбы мира Вдруг получили передыш Золтан отправился К невесте Я же с радостью вернулся В объятие мус Кто тогда знал Что буря, пронесшаяся Над королевствами Севера Была лишь началом Великого шторма И вступлением к новой повести О Геральте из Ривии О да История ведь о дикой охоте И о судьбе этих государств Не закончена CD Projekt Red Спасибо вам Спасибо вам огромное Что ж, дорогие друзья Это была великолепная игрушка На самом деле Немножко мне кажется По сюжету она уступает Первой части Но количество Интриг И моментов Которые Действительно Заставляли задуматься А особенно Выборы Которые приходилось Сделать В этой игре Зашкаливают Ее можно Считать Лучшей В серии А можно Пока еще нет Вскоре выйдет Ведьмак 3 Посмотрим Чем же закончится История Геральта из Ривии А пока На этом я думаю Все Всем спасибо за просмотр Дорогие друзья С вами был Марс До новых видео Всем пока Смотрим титры Дорогие друзья Дорогие друзья Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok